В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте! И в начале выпуска коротко об основных событиях. Войсковая часть 52-096 отметила 70-летний юбилей. В Дворце культуры города Видное прошло торжественное вручение дипломов выпускникам профессионального колледжа Московия. Кольж дал мне очень много знаний, на самом деле больше, чем школа. Войсковая часть 52-096 отметила юбилей. Соединению, что базируется в поселке Петровское, исполнилось 70 лет. На торжественном мероприятии побывал Дмитрий Книга. Войсковая часть 52-096 была сформирована в 1953 году и призвана охранять небо над Москвой и Центральным федеральным округом. Расположена она в поселке Петровское. С 2014 года относится к 5-й дивизии противовоздушной обороны. Уже много лет соединение выполняет стратегические и боевые задачи. Большая часть личного состава находится на боевых постах. Время неспокойное, но личный состав все равно понимает все тяготы и лишения службы, справляется с поставленными задачами. Надеюсь, и далее мы с честью защитим наши воздушные рубежи от посягательств кого бы то ни было. Торжественное мероприятие по случаю 70-летия соединения прошло на территории музея-заповедника Горки-Ленинские. Среди почетных гостей – ветераны воинской службы и представители администрации муниципалитета. Такое знаковое для нашего округа мероприятие. Это родные, я бы сказал нам, люди, военнослужащие нашей войсковой части ПВО. Сегодня 70-летие образования этой части. Действительно, сегодня в непростое время. Это очень важно увидеть воочию этих людей. У администрации Ленинского городского округа с войсковой частью сложились хорошие традиции, дружеские отношения. Мы взаимодействуем по вопросам как культурно-массовых мероприятий, так и военно-патриотического воспитания подрастающего поколения. Собравшихся поздравил командующий 1-й ордена Ленина армии противовоздушной и противоракетной обороны генерал-майор Константин Агиенко. Хочу поздравить ветеранов, хочу поздравить военнослужащих нашей дивизии с праздником, серьезный праздник, юбилей 70 лет. Поздравляю вас от себя лично, от военного совета армии противовоздушной и противоракетной обороны. Уверен в том, что вы в дальнейшем с честью будете выполнять поставленные вам задачи. За высокие показатели в служебной деятельности медалями были награждены офицеры 5-й дивизии. Затем состоялся торжественный марш парадных расчетов. Счет! И раз! Также во время мероприятия состоялась выставка военной техники противовоздушной обороны. В том числе были представлены комплексы С-300 и С-400. Особенности данного комплекса, что осуществляют поражение целей на максимально большей дальности с большой эффективностью. В принципе, граждане нашей страны могут спать спокойно. Ветераны воинской части были рады встрече, общались и вспоминали времена своей службы. Штаб корпуса и вообще наши подразделения – это были образцово-показательные. Кто не приезжал из родителей, очень были довольны. Было очень красиво и на высшем уровне. Завершилось торжественное мероприятие общим фото на память. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Во Дворце культуры города Видное прошло торжественное вручение дипломов выпускникам профессионального колледжа Московия. Подробнее в сюжете Наталья Буслаевой. В конце июня торжественные вручения документов выпускникам образовательных учреждений проходили не только в школах. Студенты подразделения колледжа Московия, расположенного в поселке Развилка, получили заветный диплом о среднем профессиональном образовании. Колледж дал мне очень много знаний, на самом деле больше, чем школа. Преподаватели очень хорошие, добрые, отзывчивые. Мероприятие прошло во Дворце культуры города Видное. Каждый выпускник поднимался на сцену под аплодисменты гостей и сокурсников для получения долгожданного диплома. Вероника Андреева окончила колледж с отличием. Такую высокую планку поставила во время учебы и упорно шла к своей цели. Что вам помогло добиться таких отличных результатов? Ну, наверное, тяга к знаниям, именно к своей профессии. Плюс мой руководитель, наставник Анастасия Павловна Алисова, которая всегда сопутствовала и помогала мне. По хвастаться студентами, окончившими учебное заведение с красными дипломами, может преподаватель дисциплин «Сервис на транспорте» и «Организация перевозок» Вячеслав Тихонов. Его выпускники будут работать в Международном аэропорту Домодедова. Мы их направляли на предприятие, на четыре аэропорта Московской области. Тужаковский, Внуково, Шереметьево и Домодедово. В дальнейшем они выбирают уже сами место трудоустройства. Некоторые ребята продолжат обучение в вузах, но многие молодые специалисты пойдут работать по профессии. Как отмечает руководство колледжа «Московия», 90% выпускников будут гарантированно трудоустроены по специальности. Наталья Буслаева, Тамара Абидова, Сергей Ларин, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Руководитель фракции «Единая Россия» и председатель Совета депутатов Ленинского городского округа Станислав Радченко встретился с активистами партии и представителями «Молодой гвардии», чтобы поблагодарить за благотворную работу и вручить грамоты. Областные награды получили активные и заинтересованные в дальнейшем развитии молодогвардейцы и сторонники «Единой России». Народный избранник подчеркнул, эти ребята вносят весомый вклад в молодежную политику округа. В ходе встречи обсудили вопросы реализации молодежных инициатив и проектов, меры муниципальной поддержки волонтеров и взаимодействия с представителями депутатского корпуса Ленинского округа. Станислав Радченко уверен, «Молодой гвардии» пора обзавестись своим собственным помещением, чтобы улучшить качество работы, в том числе по привлечению и взаимодействию с новыми участниками движения. В рубрике «Афиши выходного дня» представляем самые интересные мероприятия на ближайшие два дня. Итак, суббота, 1 июля. В Историко-культурном центре к 75-летию певца и композитора Евгения Мартынова состоится ретро-встреча. Начало в 13.00. А в Музее заповедника Горки Ленинский в этот же день пройдет концерт заслуженной артистки Российской Федерации Нины Шацкой «Любовь – волшебная страна». Начнется концерт в 17.00. Для посетителей музея вход бесплатный. 2 июля в ДК «Видное» музыкальный театр «Гармония» представит рок-оперу «Мастер и Маргарита». Начало в 18.00. Вход свободный. И в воскресенье у кинотеатра «Искра» состоится празднование Дня молодежи. С 15.00 начнется развлекательная программа и продлится до 22.00. В 19.00 – торжественная часть мероприятия, а в 20.00 – дискотека. Желаем вам провести приятно предстоящие выходные. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok